Так, девчонки, после долгих терзаний себя, давайте я выключу, точнее, после того, как я себе точно дала слово сегодня утром, как проводила детей в сад, слово о том, что, давайте вот так вот я встану, да, вроде фон нормальный, о том, что я точно сегодня отдыхаю от камеры и точно ничего не снимаю, я занимаюсь исключительно домашними делами, после этого я все-таки потихонечку пробралась в зал и взяла камеру и включила ее. Все-таки съемка для меня это, наверное, все-таки отдых. Я уже к этому так привыкла, вот чего-то не хватает, уже какая-то ломка. Короче, всем огромнейший-огромнейший привет. У меня дети сегодня впервые за, получается, последний месяц пошли в детский сад, представляете? Я думаю, что мамочки, вы понимаете всю масштабность событий, месяц они были у меня дома. То есть, ну, понятно, что там у бабушек были еще туда-сюда. Я реально сегодня утром проснулась, и я не привыкла к этому состоянию, что дома никого нет, что у меня просто спит там где-то Алина. Мне нужно привыкнуть адаптироваться к этой ситуации, на самом деле, самой, как-то успокоиться, как бы настроиться, потому что, ну, многодетная мать должна быть в тонусе, да? А еще, представляете, у меня разболелся желудок, тут последние два дня я прямо мучилась. То есть, капец какой-то, в общем-то. Так, я взяла тут немножечко сыворотки, вот такой вот индийской. Хочу проработать шею. Вообще, шею уделяю сейчас, стараюсь уделять много внимания, когда у меня есть на это время. Я средства вот так просто разогреваю в ладошках, я аккуратненько, деликатненько массирую шею, вот так вот распределяю средства, потому что я понимаю, что моя шея нуждается в особом, ну, как бы уходит, да? Ну, вот, собственно говоря, вот такая прям, такая сыворотка, она даже не плотная, она прям оптимально подходит именно для кожи моей шеи, для декольте. Прям кайф испытываю, она так еще пахнет приятно травами какими-то, прям такая релакс-спа-ароматерапия. Вот, и я, собственно говоря, сегодня не знаю, за что браться, реально не знаю, у меня везде завалы, тут вообще куда ни плюнь, все нужно разбирать, убирать. Ну, и поэтому, собственно говоря, я утром себе сказала, что сегодня никаких съемок, никакого монтажа, чисто готовка, уборка там. Но, наверное, я все-таки разберу Алинкины вещи, она из всего выросла, надо все вот это вот дело скомпоновать, спрятать, ну, чтобы поменять постель нашу с Алиночкой. У мальчиков я постель уже сейчас поменяла с утра пораньше, сейчас стирку, в общем, запущу, посмотрим, что успею еще. Да, и надо найти вещички для мальчиков, там, с усеком поскребсти садиковских вещей, потому что за месяц они подросли, что-то там поизносилось. Надо будет свитерки найти, и Петя, и Миша. Ну, короче, такой у меня сегодня день. Ну, и, конечно, не забыть мальчиков забрать из садиков. Кстати, Петя у меня сегодня первый день пошел в новый садик. Группа та же, но их перенесли, короче, отстроили новое здание, вообще круто, круто. Муж утром звонил, говорит, там прям грандиозное здание по сравнению с тем, что было раньше. Вчера нам подарили много новых разных детских игрушек. Приезжала сестра, поздравляла мальчиков с 23 февраля, немножечко она с опозданием, но от души. И, в общем, по сутку подарила Мишутке, он мечтал о по сутке. И, видите, все разбросано, в общем, буду сегодня вот этим как раз и заниматься, все собирать и разбирать. Сюда прям хочу им сервис детский выставить. Еще самое интересное, Мишенька заходит, когда домой из садика, он так спрашивает мне, мама, дома чистенько? То есть ты убрала наши игрушки? Нет, вообще, конечно, трэш. Я уже вам говорила, да, в начале этого влога, что на газетной матери болеть вообще нельзя. От слова вообще, потому что ответственности много. Ты как вот та улитка, везешь на себе дом, да. Если что-то тебя там где-то подводит, это все, пиши, пропало. Потому что сегодня что-то не сделаешь, завтра что-то не сделаешь. И вот, знаете, это как состав поезда. Вот этот вагончик не тронется, значит, весь поезд не поедет. Ну, короче, это серьезно на самом деле. Мне часто спрашивают, Ань, ты как все успеваешь? Ань, ты как еще и видео успеваешь снимать у тебя? Откуда настроение у тебя? Откуда силы? Девчонки, я обычный человек, я ничего не успеваю. У меня такие же какие-то недостатки, как у обычной женщины, да. Ну, понятно, что во влогах стараешься показать, ну, немножечко получше свою жизнь, да, чем та жизнь, которая имеется на самом деле. Ну, не будешь женыть постоянно, что, ой, я там сегодня такая квашня, у меня все болит. Конечно, я стараюсь быть естественной, но не до такой степени, да. Короче, девочки, я хочу вам посоветовать от всей души вот такие продукты с iHerb. Почему iHerb? Потому что, не знаю, я прям прониклась уважением к этому сайту. Я люблю вот такой вот чаек, это бренд Nao Real Tea. И это, короче, натуральный чай из коры, по-моему, муравьиного дерева, если я не ошибаюсь. Там произрастает это растение, там, где-то в амазонских джунглях, экологически чистый продукт. Короче, он тонизирует, он укрепляет иммунитет, потому что у меня дети постоянно с садиков носят какие-то болячки, у РВИ и прочее, прочее, прочее. Если бы я все от них себе забирала, да, в плане болячек, то меня бы давно уже не стало, реально. Чай вот в таких вот пакетиках, тоже экологичных, да, в сашетках. Мне кажется, я чувствую после него себя как-то лучше, но не связывайте мою желудочную боль вот с этими продуктами. Тут немножечко другая история, другая причина. Поэтому, девчонки, обратите внимание, вообще, прочитайте про него. Это реально какой-то необычный продукт. Я ссылочки оставлю под видео. Я в последнее время регулярно пью вот такой вот омегу. Это тоже iHerb. Ну, что такое омега? Это, ну, такой а-ля рыбий жир. Здесь поле ненасыщенной жирной кислоты. Они очень полезны для женского здоровья. В общем-то, я начинала пить эту омегу, когда Алиночке было месяца два, и я поняла, что она как-то плохо себя чувствует после этой омеги, в том плане, что стул у нее стал такой жидкий, какой-то пенистый. Вот, как извиняюсь за такие подробности. Сейчас я возобновила прием омеги, и хочу сказать, что, в общем-то, все отлично. Все прекрасно, прилив сил, как-то кожа становится лучше. Хочется выглядеть сносно, да, потому что скоро у меня юбилей. Только не говорите, не пишите мне, сколько исполняется лет, пожалуйста. Так уж я утрирую, да. И я принимаю вот такой вот кальций еще, это детский кальций, который не зашел моим детям. Здесь и кальций и магний. Такой вот бренд, довольно-таки зарекомендовавший себя, да, на Турс Плюс. Ну, потому что я, во-первых, ребенка кормлю, да, уже третьего подряд. И, ну, кальций нужен для зубов, для костей, да, тут кальций, по-моему, еще есть. В общем-то, уже девочки прогуглите. Отлично переносится, я при беременности даже принимала этот кальций. Какая-то некончаемая, нескончаемая упаковка, никак не закончится препарат. И несколько слов по поводу вот этого кофе, да. Сайхерп, это НС-кафе, ореховый. Он необычный, он какой-то горьковатый, такой ореховый. Он, на мой взгляд, идет с каким-то уже подсластителем. Это не сахар какой-то, ПП, а подсластитель, да, а-ля. Ну, я к нему так привыкла. Блин, я сделала заказ Ахерп буквально, наверное, позавчера. Я не заказала вот этот кофе, хотя он у меня заканчивается. И я заказала какао какое-то. И у меня сестра, когда в прошлый раз пила вот этот кофе, говорит, Аня, я в Турции пила точно такой же кофе. Прям вот вкус один в один. Я, говорит, так по нему скучаю, поэтому буду заказывать и ей. Да, девочки, вы напишите, как вы поддерживаете себя в тонусе. Я потому что знаю, что многие многодетные мамы, ну, многодетные, может быть, тут не к месту, просто мамы с детьми, да, вы еще умудряетесь работать мамой не с одним ребенком, да. Может быть, какая-то диета, может быть, какие-то добавки БАДы, может быть, это какие-то упражнения, может быть, это здоровый, крепкий сон, но это роскошь, я вам так скажу, особенно с маленьким ребенком. В общем, очень жду ваши комментарии. Может быть, какие-то бальзамы, настойки, прочее, прочее, прочее. Так, вернемся к бытовухе. Смотрите, у нас порвался диван. Он был уже в этой части прям так натянут. Вот видите, кожа так натянута. Это эко-кожа, там кто-то из девочек меня все время поправляет. Да вы там миллиардеры, ты там меняешь диваны кожаные, там с какой-то бешеной скоростью, нет, в чем какие-то эко-кожа. Вот, пожалуйста. А вообще, вообще по этой комнате у нас грядут серьезные перемены. Мы составили уже дизайн этой комнаты. Сами сможем, воль на выдумке хитра. Осталось только дело за малым, просто подкопить деньжат. Вот, покажу примерно наш проект. Короче, три кровати, на минуточку. Три кровати у нас будут, да, потому что мы думали две брать, но Алиночка, как бы она тоже подрастает. И понимаю, что ей нужно будет комнату потом делать на втором этаже. И мальчикам, в принципе, на втором этаже. Но кровать у нас просто пришла в негодность. Та, на которой они спят вдвоем. Они там все время ссорятся на ней. Короче, вот как-то так. Так, и одна кровать, я вам покажу, она у нас будет вот здесь, видите, двухэтажная, вот она. Короче, прикольно будет. Мы поменяем и обои в комнате, и ламинат, и люстру поменяем. Я вообще хочу натянуть потолки глянцевые. Но муж пока против, но мы подумаем, подумаем, что делать с потолками, потому что там нужно будет подсветочку делать, тоже над рабочей зоной, которая будет перед окном сразу. Так вот, вот здесь вот. Столы прям такие обычные решили им заказать. Ну, пока еще не заказывали, чисто планировщик. Тут тоже полочка классная. И цвет будет такой молочный. И гнутый фасад решили все-таки. Но мы еще будем думать, девочки, напишите, может, какие-то у вас идеи есть еще. У нас комната спальня очень большая, хочется, ну, и все шматье там сложить, и все игрушки сложить, и все, чтобы сидели, занимались. Сейчас прикончила вот такую вот упаковочку стирального порошка Фаберлик. Ну, потому что стирка в огромных вообще объемах сегодня предстоит в том числе. Я надеюсь, что меня слышно, потому что тут и вытяжка, и машинка. Короче, еще таки, я не знаю, что делать с пустыми баночками. У пустых банок накопилось очень много. Я вроде бы и во влогах показываю, чем пользуюсь, да, что закончилось. И пустые баночки их не очень хорошо смотрят. И активность там низкая. И это портит всю статистику, да, канала. Поэтому я не знаю, что делать с пустыми банками. Я как бы люблю их снимать, да. А тут у нас Алиночка проснулась, да. Диван я застилаю такой покрывашкой, чтобы, ну, тут не кожа, как бы, да. Еще раз повторяю, что кожа в моем случае это понятие такое нарицательное. Да, это дермантин, эко-кожа, кожзам. Ну, с этой штуки дело в том, что я не могу там оттереть, да, какие-то загрязнения. Поэтому я застилаю. Алина, надеюсь, ты не будешь оттереть от чего у тебя молочко. Давай, давай-ка, доставай. Сейчас давай покажем, как ты ползаешь. Давай, давай. Давай, доставай, смотри, какая. Кринделек какой. Посмотри. Посмотри, какой кринделек. Давай, доставай. Ползаем вовсю. Давай, давай, давай. Молодец, 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 Алиночка. Ну, пожалуйста. Короче, дети растут. Короче, поменяла я к чертовой матери вот этот плед. Помните, синий только у меня тут был. Он прям вообще весь грязный был. Этот, конечно, такой яркий, специально яркий для Алиночки. Конечно, его немного, как бы, в кавычках жалко, да. Но ладно, постираем. Машинка стирает, слава богу, порошки есть. Пусть дети развиваются, занимаются, да. И вот, собрала сервиз. Короче, это Полисия. Да, сестра вчера привезла, я вам говорила. Прикольно здесь солонички, тут чайничек. У меня Миша. Он, наверное, будущий какой-то там повар, кулинар, бармен. Я вообще первый раз у мальчика такое наблюдаю. Он играет в кафе, там чего-то, кого-то кормит чем-то, чего-то наливает. Какие-то у него тарелочки, чашечки, ложечки. Короче, супер. Так, Алина, не истерим, а просто достаем Кузе. Мы уже на другой кровати тут переоделись. Доставай. Где Кузя? Где Кузенька? Вот Кузенька. Давай, доставай. У нее руки еще не очень хорошо ее слушаются. Вот ногами она хорошо перебирает, а руки еще пока не совсем хорошо. Да, Алина? Где Кузя? Где Кузенька, Баська, где? Так, по питанию, какой расклад у нас на сегодня, да, кому интересно, я сегодня вообще не готовлю. То есть я на уборке вся полностью, я подготовилась к сегодняшнему дню. И я, вот смотрите, время второй час, да, дня я продержалась на кефире. Мой организм просто требовал кефира. Вот последний стакан, я его сейчас выпиваю и сажусь кушать, потому что меня прям трясет. Я еще Алиночку покормила. Кефир это, конечно, хорошо, но в плане такого приятного дополнения, да, но не основного источника питания. У меня, смотрите, есть окрошка, ох, весна, окрошечка, половничек Фаберли, кстати говоря, отличный. Вы меня спрашивали, как будет вообще в ходу. Отлично, девчонки, моется хорошо и не расплавляется от горячих блюд, отлично. О, окрошка, я ее так хотела, честно говоря, вчера делали все, и семьей, и муж помогал, и Петенька с Мишуткой помогали. Это блюдо, которое каждая хозяйка готовит индивидуально, так же, как и борщ, и там еще какие-то другие блюда. В общем-то, ну, может быть, как-нибудь вам покажу приготовление, посмотрим. У меня что еще есть? У меня Петя очень любит окрошку, очень. Миша, ну, как бы так себе, он что такое, посытнее, так скажем. На ужин я отварю макароны, либо вот такие, либо спагетти. Петя очень любит спагетти, муж любит спагетти, мне все равно. Мишутка спагетти, он, конечно, ест, но я понимаю, что ему неудобно, он не наедается, он разбрасывает, в общем, отвлекается потом от них. Короче, сварю, походу, картофельное пюре, чтобы всем были довольны. Но вообще у меня дети макароновые. Он как бы, не знаю, посмотрим. У меня есть запеченная баранина, и вот этот кусок, это все вот мясо, кроме вот этой косточки, я, скорее всего, сейчас его разрежу, вот это все мясо, и потом просто подогрею, да, в микроволновке, и будут, допустим, макароны, либо пюре и баранина. И там сырком макарошки посыплю, у меня вот такой вот сыр, в пятерке покупали голландский. Мы в пятерке закупились на 7 тысяч, девочки с мужем ездили вдвоем, родители мои приезжали, но мы ничего не снимали, ну, что-то не хотелось. Короче, такой расклад по питанию. Ну, слушайте, красным я нахреначилась, конечно, наверное, зря, да? Какой-то кирпичный оттенок, хотя в палетке более такое все носибельное. В садике скажут. Анна Михайловна, вы в своем уме? Ну, нет, не скажут, а подумают точно. Я, короче, глазки еще подвела немного. Ну, нужно же искать какие-то новые образы, да? Вот уголок тоже заполнила. Как бы. Я вот так вот раньше очень часто красилась в универх, но, соответственно, я тени брала другого оттенка. Просто тени, просто подводка снизу немного, немножечко уголок, тушка и побежала. Даже тон не использовала. Ну, ладно, как-нибудь проживем этот день с таким макияжем. Я хотела закончить свою мысль про готовку. Ну, и вот, помните Элечку о главном, да? С которой мы общаемся, и с которой, я бы сказала, мы общаемся больше, чем вы себе представляете. Ну, такая моя YouTube-подружка. В общем-то, она открыла второй канал, кулинарный канал, и он называется «Готовим с Элечкой». Короче, она долго к этому шла, она думала, нужно, не нужно, но у нее реально вот готовка получается. Как-то вот все... Вот я про съемку имею в виду. Ей нравится готовить, тем более, что она располагается свободным временем, несмотря на то, что у нее маленькая дочка, но у нее одна маленькая дочка, да? У нее один маленький ребенок. Это не я, у которой трое маленьких детей. Поэтому у нее есть время, желание, настроение готовить. У нее еще сейчас новая крутая камера, у нее так сочно все получается снимать, как-то все комментирует она. Ну, короче, да, она открыла новый канал, второй свой. Основной ее канал также функционирует, называется он «Элечка главным», а второй канал «Готовим с Элечкой». Короче, сегодня там вышло видео, вот сейчас смотрю оповещение, наваристая шурпа, все просят добавки. С удовольствием смотрю ее видосы. Очень доступные такие рецепты, знаете. Смотрю, когда дети у меня засыпают. Это у меня такая спа-минутка, так скажем, да? Я что-то черпаю для себя, что-то повторяю. Помните эту фунчозу? Ой, это вездесущая фунчоза, фунчоза, которую мы ели, наверное, две недели, и сейчас мы ее просто объелись, я не могу на нее даже смотреть. Короче, я рада за Элечку, что она все-таки осмелилась на то, чтобы открыть второй канал. Посмотрите, может быть, вам что-то понравится, может быть, даже подпишитесь. Да что это за такое? Что у меня за внешний вид такой? Вот, и тот момент, когда от роликов реально черпаешь вдохновение, какой-то... Что-то я сегодня мысли в кулак не могу собрать. Что-то какая-то не такая. Время у нас 5 минут пятого, это значит, что мне нужно ехать за мальчиками в садике. Алиночка задремала, сейчас ее спящую быстренько одену, и уже помчим. Сейчас только чайку попью. Я все дела не переделала, которые планировала, в частности. Да, я протерла пол в коридоре и на кухне, но я не пропылесосила зал. В общем, грязь будет, пыль будет вестись. Ну ладно. Завтра будем уже доделывать эти дела, девочки. Спасибо вам за поддержку, спасибо за обратную связь. Я надеюсь, я очень верю, что влогов будет больше, что они будут гораздо интереснее. Всех влюблю и всем пока! Пока!